Мы все знаем, что вторжение Наполеона в Российскую империю закончилось, мягко говоря, плохо. Но один из больших вопросов это то, что он надеялся достичь и были ли его цели реалистичными. Так что давайте я введу вас в суть дела. Когда Наполеон пришел к власти в 1799 году, известная нам Европа выглядела так. Однако к 1812 году, накануне знаменитого вторжения Наполеона в Россию, карта выглядела так. Наполеону удалось победить прусских россиян и австрийцев до того, как карта стала такой. И после перестановки этих территорий, он потребовал, чтобы вся Европа приняла участие в том, что называется континентальная система. Континентальная система предполагала отказ от торговли с британским клубом. И это отсутствие торговли было довольно разрушительным для России. И в 1810 году россияне просто решили игнорировать требования Наполеона и торговать со всеми. Что французскому императору не понравилось. Что ж, это было не единственной проблемой, которая портила французско-русские отношения. Первой была идеология. Россия одобряла все вещи, которые французская империя осуждала. Наполеон хотел меритократическую Европу. То есть, где власть бы давалась достойным людям, независимо от их социального положения. В которой определенные права были закреплены в определенных ценностях. Что выглядело довольно универсально. И Россия не воплотила эти идеи. Второй проблемой была Польша. В 1807 году Наполеон победил четвертую коалицию. И как результат захватил эту территорию от Пруссии. И подарил ее новенькому герцогству варшавскому. В 1809 году Австрия попыталась победить Наполеона. И так же, как и все, она потерпела неудачу. Поэтому как наказание она потеряла эту территорию. И эту новому польскому государству. Так как это касается России. Последнее независимое польское государство было Польско-Литовское княжество. И оно было разделено Австрией, Пруссией и Россией. Это значит, что большое польское меньшинство, что жило в пределах России, означало, что если бы был внутренний конфликт между Россией и Польшей, или его заступником Францией, то поляки подняли бы восстание. Кроме того, крепкая дружба между герцогством варшавским и Францией, означало, что Польша может быть использована в качестве отправной точки для вторжения в Россию. Сами россияне не могли терпеть независимую Польшу, пока российский император не стал бы ее царем. Поляки и Наполеон сказали нет. И так все стало немного напряженным. Поэтому к 1812 году французская империя была глубоко увязана с испанским и португальским сопротивлением в полуостровной войне. И это становилось дорогостоящим с точки зрения денег и жизни. Как следствие, Наполеону была нужна победа. И лучший способ сделать это – вторгнуться в Россию и заполучить быструю и легкую победу. Наполеон знал, что он не сможет продолжать вести дорогостоящую полуостровную войну и вторгаться в Россию без Пруссии и Австрии на своей стороне. Наполеон оказал на них давление, чтобы совершить небольшие вторжения, на которые они согласились. Идея состояла в том, что они сделают Россию врагом, чтобы напасть на нее. И как мы все знаем, вторжение Наполеона в Россию стало полным провалом. И казалось бы, Наполеон обязательно должен был предсказать проблемы, с которыми он бы столкнулся. Да? Что ж? Нет. Наполеон был убежден в своем собственном гении и считал, что россияне – низшие люди, которые не смогут долго противостоять его армии. Что и стало ошибкой. Это вторжение прошло ужасно для Франции, и Наполеон оставался у власти считанные секунды. Итак, Наполеон вторгся в Россию по многим причинам. Обеспечить континентальную систему, из-за которой должна была голодать Британия без денег и ресурсов. Уничтожение России как потенциального врага, чтобы Франция могла спокойно сосредоточиться полностью на испанцах, португальцах и британцах. Кроме того, укрепить свою власть над Восточной и Центральной Европой и новое польское государство для реализации там наполеоновских идеалов. Однако, самая очевидная причина, по которой он вторгся, была простой. Он думал, что он сможет выиграть. Ну а на этом все. Пишите свое мнение насчет Наполеона, например, было бы круто, если бы вся Европа стала французской. Ну а я пока пойду. До скорого!